и здравствуйте всем привет я давно собиралась записать это видео и сейчас мне кажется хорошее время несмотря на то что вроде как пойдет скоро дождь и меня тут сдувает ветром но сегодня суббота макс спит поэтому я думаю что это удачное время нас потихоньку начинают вакцинировать файзером в начале это первая линия медицинских работников но скоро все больше и больше доз будут возить и вполне даже возможно что при вакцинации можно будет не только держателем постоянных вес но и например туристических приезжать к нам я жду этого между собственно грани открытия границ наверное даже больше чем вы ребята хоть я об этом не рассказывала не делилась но сейчас хочу это сделать потому что собственно знаете это женское такое если нужно решить проблему стоит там какая-то задача то сначала надо поговорить об этом сейчас это собственно то что нам и остается только это пожалуй потому что решить не в наших силах у меня есть мечта уже не первый год я хочу открыть реальную не онлайн а оффлайн со стенами и спартами школу здесь в австралии это будет школа для взрослых людей по обучению английскому языку языковая школа для меня это очень очень большая тема мое первое знакомство с любой за границей началось языковой школы 16 лет я первый раз уехала из украины до этого я нигде не бывала ни в каких-то турциях и египтах тогда этого не было еще и не знаю у меня семья была не такая богатая мы никуда не ездили особо глаза мне все лезет вот 16 лет я первый раз поехала сразу в англию это показывает мою историю мою семью да вот это вот бедная интеллигенция но образование детям и все такое сказать что это был культурный шок и вообще просто шок то что мой английский тот который это мучила столько лет столько уроков столько человека часов что он реально работает да я говорю меня понимают ну в общем да это совершенно другая история для меня это очень очень сильная тема да мне всегда вот эти вот школы потом моя первая работа такая настоящая по специальности здесь в австралии было тоже языковые школы я стала здесь преподавателем в такой языковой школы когда взрослые ребята приезжали приезжали приезжают может быть кто-то и приезжает но вряд ли они здесь застряли те кто есть немногочисленные студенты поэтому я очень хочу сейчас такую школу свою на самом деле мы собирались это сделать семьёю еще фуф давным-давно почти два года назад когда мы поехали все в украину и мы я и муж уволились с работы тогда для того чтобы заняться этим проектом но жизнь всегда постоянно вносит свои коррективы что-то нас немного отводит тогда на тот момент мы отложили эти планы но потом родился макс мы переехали в мельбурн и собственно хотели открывать эту школу или хотя бы до делать какие-то активные шаги в этом направлении случился локдаун у меня пришлось это отложить я думаю что вы прекрасно понимаете вот это вот состояние frustration вот это почему так но на тот момент в декрете знаете это такое в начале у меня было такое уютное домашнее семейное время которое ну собственно локдаун мы пережили очень даже неплохо а вот потом когда здесь начало все открываться у нас нужно в октябре-ноябре двадцатого года начиналось лето у нас и местные бизнесы начали начали открываться и на этой волне я тоже начала до писать программы ездить смотреть помещение в аренду я начала уже вот это вот щупать до приближаться к этому и понимать что вот это почти что реально вот вот откроют границы я все это смогу сделать я подам этот пакет документов я открою эту школу все будет все будет и это будет не когда-нибудь там потом через год и непонятно когда это это уже скоро да вот если там и те и те ребята там и фитнес-центр и спортом и кафе и что там еще даст детские садики все это открылось значит скоро откроют границы скоро все откроются скоро все будет скоро все будет скоро начнется заново вот этот придок международных студентов потому что без студентов зачем мне открывать школу платить аренду просто так мы не потянем этот сложный процесс до школа которой я веду речь это лицензируемый вид деятельности здесь но это не просто так вот взять и получить эту лицензию не просто так с бухты барахты открыть эту школу там подписал контракт аборенте и начал работать нет это очень жесткие строгие правила до вначале мне нужно будет предоставить там такой пакет документов что я не знаю так как еще три миграции вместе и полгода вот это вот оценочная организация будет только рассматривать насколько вот мы те люди которые могут приглашать людей из разных стран и за границы сюда в австралию учиться потому что студенческие визы привязаны на это да то есть на основании зачисления на наш курс в будущем дай бог людям будут выдаваться студенческие визы то есть но как бы это серьезная вещь серьезная материя даже если бы это не было серьезно или если бы это не контролировалась так серьезно то можно было бы там не знаю как-то в лодках перевозить людей деревнями там из китая или из индии как-то сюда импортировать то очень серьезно здесь даже в пакете на подачу да там есть такой такой специальный документ подтвердите что вы действительно человек нормальный добрый там good human nature там что-то такое это нужно подтвердить у каких-то государственных деятелей может быть местных да из каких-то там local councils чтобы тебя знали лично из-за тебя поручили что ты таки тот человек кому можно доверить ладно что это все я начинаю говорить слишком глубоко и серьезное касательно конкретно каких-то вещей пока что пока что это все надо отложить собственно да пока что еще не нужно мне ни у кого убрать никакие документы потому что пока границы собираются быть закрытыми сколько никто не знает никакие политики никто об этом не говорит но на эту вакцинацию привязано достаточно много ожиданий а если все будет нормально все там перевакцинируются то все будет хорошо да я сейчас не хочу затрагивать темы там антипрививочников еще чего-то там у каждого свои убеждения если кто-то там не хочет играть по этим правилам то вы можете вообще не играть да ну не начни путешествовать значит пока что вот пока что вот так в австралии тоже очень много людей которые не хотят вообще никак прививать там не себя не детей не только касательно этих вакцин но и вообще да я получала в разные периоды там много запросов личку касательно именно этого момента но это смотрит нормально то это ваши дети это ваше здоровье это ваше все но просто у вас не будет допуска до каких-то там плюшек да если вы не играть по нашим правилам ну как бы значит вы не играете значит например там вот центр линковский детские деньги мы вам платить не будем вот так ну да это я ухожу опять от темы для чего я вообще все это говорю для чего это все было знаете как мультики этом давай бояться вместе до котенок гав залез на крышу там и собачка и котик боялись вместе вы наверное знаете этот мультфильм ну вот будем ждать вместе будем ждать открытия границ вместе и того чтобы все это раскрылось и растормозилась я этого жду наравне с вами может быть даже реально больше это первый момент и второй момент которым я тоже уже раз делать каменья ул что я буду делать его по полной программе второй момент о котором я тоже не рассказывала мы подали документы на родительские визы мы ждали что там через годик наши бабушки и дедушка переехали бы к нам в Австралию а сейчас опять-таки мы не знаем когда это произойдет то есть мы в списке ожиданий и когда-то это то случится мы подались в ноябре 2000 какого девятнадцатого года до в ноябре девятнадцатого года то есть скоро полтора года как время бежит однако буквально несколько лет назад период ожидания вот найти родительские визы был от двух до четырех лет сейчас непонятно сколько это будет неизвестно вот еще один момент еще один большой такой пункт такой много килограммовый такой довод почему я жду открытия границ очень сильно и все мы собственно вот и вот это вот неопределенность она конечно она конечно очень раздражает и печалит это невозможность планировать в долгу и играть в долгу потому что я очень помню вот это состояние когда мы еще ожидали виз и мы в жили на съемных квартирах здесь как-то на съемную в съемном жилье жить совершенно нормально потому что совершенно другие не знаю опять-таки правила игры ты четко можешь планировать то есть там например у тебя контракт на год ты четко знаешь там что к тебе никто не зайдет что тебе никто не выпьет что ты там можешь планировать там школы передвижения работы там в общем всю эту там локацию развозки и все свои дела вот в украине это было так временно это все такое временное 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 и ты нигде не пускаешь корни там я бы у меня были такие мысли там пойти в родительский комитет почему-то пойти в родительский комитет вот я такая вот активная я потому то сделать то и экскурсию туда-сюда какой смысл да если там мы через может быть полгода уже уедем в этой съемной квартире вроде как хотелось бы сделать какой-то ремонт она такая уже не сильно хорошая а какой смысл а может быть есть смысл уже свое жилье как-то все уже вроде как знакомые в моем возрасте уже там взяли эти кредиты эти ипотеки купили свое жилье и живут себе в нормальных условиях а какой смысл если мы скоро уедем вот это вот невозможность планировать в долгую и вот это вот состояние временщика когда ты не пускаешь корни и планируешь и ждешь что ну вот скоро наверное да наверное скоро нужно как-то или постоянно такой немножко на стрёме дам как я с этой школой я могла бы начинаете запускать какие-то другие проекты какие-то другие дела там занять себя чем-то еще но мне так хочется эту школу даже если у меня в итоге не получится я вполне это подозреваю что в итоге метки не выдадут эту лицензию то есть мы заплатим все эти сборы мы возьмем в школу эту в аренду то есть по факту полгода вот зданием или я не знаю что мы там снимем крыло какое-то потому что это должно быть что-то достаточно большое будет стоять и мы будем за это все платить даже женя уже согласился на все это дело потому что понимать что я не переболею что мне нужно нужен этот жизненный опыт то есть меня или получится и это будет здорово и классно или ну или я буду пробовать еще раз я буду скапливать еще там какие-то силы ресурсы и буду заново штурмовать эту крепость потому что мне очень-очень-очень хочется я знаю что все мои цели ценности ожидания все мои стремления все что я хочу делать в жизни это настолько хорошо соединяется в этой школе что мне по сути чего другого и не хочется и не надо то как это есть сейчас в формате онлайн это тоже неплохо но мне не хватает вот этого настоящего живого я бы хотела все-таки чтобы это было формате оффлайн по старинке хотя сейчас все бизнесы наоборот переходят в онлайн да мы столько об этом говорили с жене с мужем говорит ну зачем слушай зачем это аренда зачем вот это все зачем вот если можно на обратите все переходят стараться перейти в онлайн давай лучше развивать онлайн в этом откроем там еще какое-то направление еще какой-то там не знаю подразделение там и будет тебе прекрасно твоя школа занимайся своими учебными программами занимайся своим английским совсем на свете да хочешь там тебе не только английский сделать другие языки и давайте мы сделаем вообще там какую-то школу еще там чего-то там детский арт да тоже тема классная у нас сейчас вера занимается этими лепками рисованиями тоже онлайн вот хочешь давай такую школу да вот хочешь сладких апельсинов хочешь чтобы хочешь всего когда уже себе намечтал когда уже ты одной ногой там то иногда доходишь до такого состояния что ты как запущенная как как вот как натянутая стрела как вот это тетива ты должен выпустить этот заряд ты уже просто не переболеешь этим вот такие дела у меня происходят так что будем бояться вместе да будем ждать вместе я очень надеюсь что да таки скоро это растормозится и скоро все будет пока до новых встреч счастливо пока а